Многие тверетяне вынуждены в силу служебной необходимости ежедневно выходить на работу. Как в эти дни работает общественный транспорт, особенно в часы пик? Насколько безопасно и удобно им пользоваться, выяснила Ирина Чекунова. Ежедневно с начала транспортной реформы в Твери я пользуюсь услугами общественного транспорта. Чтобы добраться до работы, мне необходима пересадка. Я живу за городом. 3 апреля ровно в 8 часов утра я вышла на свою остановку. Недавно по Сахаровскому шоссе пустили новый автобус транспорта Верхневолжья номер 36. Жду именно его. Параллельно здесь продолжают в рамках закона курсировать маршрутки. Пока я дождалась синий автобус, таких маршруток проехало 3. А вот и мой транспорт. Ждала 26 минут. Здравствуйте. Патрульная служба. Скажите, какой у вас сейчас интервал движения? Без понятия. Вы работаете здесь на этом рейсе, да? А сейчас как ходят? Обык на 2 модели. Я без понятия. У кого такое место? Народу много в этих рейсах сейчас? Не очень. Насчитало в салоне 16 пассажиров. На остановках за весь путь, кроме меня, в автобус зашел один человек. А вот и место моей пересадки. Этим утром на остановке немноголюдно. Не то, что несколько недель назад. В феврале, в начале марта. В начале транспортной реформы здесь, на Силикатке, автобус брали штурмом. Да и пару недель назад особого комфорта в час пик не чувствовалось. Ждать практически не пришлось. Не больше пяти минут подошел автобус, нужный мне. Сколько жалоб писали люди на работу этого 211 маршрута. Сколько звонили на телефон горячей линии. Да и мы в программе «Тема дня» говорили о проблемах, переполненных в час пик автобусов заместителем министра. Прошло время. Работа транспорта потихоньку нормализовалась. Да и время особое. Большинство прислушивалось к рекомендации сидеть дома и не выходить без надобности на улицу. Много людей ездят на общественном транспорте, вы наблюдаете? Ну вот сегодня больше, чем вчера, например. Но автобус не битком? Ну не битком, да. Вовремя ходят? Ну более-менее придерживается расписание. Ваши пожелания какие? Все меры соблюдаются в общественном транспорте? Ну я бы не сказала. Не совсем. Потому что нет масок в аптеках. Поэтому надо было, желательно, чтобы были меры осторожности. Потому что мы защищены плохо, так скажем. У кого вот есть что-то еще из запасов, а так... И в автобусе эти маски необходимы? Обязательно. Если раньше были проблемы на этом маршруте, да? В начале февраля, да, были. Сейчас нет проблем. И народ, по-вашему, едет только исключительно по необходимости здесь? Да, у кого работа, у кого важные, жизненно важные обстоятельства, конечно. По-вашему, соблюдаются в общественном транспорте меры гигиены? В автобусе чисто, вы видите водителя в маске, водитель в перчатках. По-моему, все нормально. У вас все меры безопасности приняты? Перчатки, маски. Наличных денег сейчас много получаете или меньше? Меньше, да? В основном пока. Как видите, на остановке общественного транспорта практически нет людей. Немноголюдно и на остановке напротив. Без пяти девять утра я не опоздала. Добралась довольно-таки комфортно. В каждом автобусе сидела. Вот такой день, 3 апреля, начался для меня.